Здравствуйте! Говорит и показывает свобода. В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Мы раскапываем культурный слой, идем вглубь повседневности, ищем смысл слов и вещей. Согласно Оксфордскому словарю, словом года 2016 года стала постправда. Явление года — это фейк, герой года — это тролль. Тролль выиграл президентские выборы в Соединенных Штатах, тролль выиграл референдум по Брекзиту. Тролль фактически определяет так называемую гибридную политику Кремля и рулит в соцсетях. О психологии и политике постправды говорит антрополог Алексей Юрчак. В большом количестве политических и медийных дискурсов в этом году было замечено. Публика в меньшей степени уделяет внимание высказываниям с точки зрения их правдивости или неправдивности и смотрит больше на то, насколько они эффективны. Такое отношение к языку, когда не столько важно, насколько верен или не верен факт, сколько важно, насколько он эффективен или неэффективен, и называют этим термином постправда. По версии составителей Оксфордского словаря, слово описывает такую ситуацию, в которой объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. Действительно, за последние годы границы между истиной и вымыслом все менее отчетливы. Стоит хотя бы вспомнить сюжеты федеральных каналов, которые позже были признаны фейками. Журналисты рассказывали жуткие, леденящие кровь истории о распятых детях, оставленных на местах преступлений в визитках Яроша и изнасилованных пенсионерках. Эти сюжеты вызвали настоящую бурю негодования среди зрителей, несмотря на то, что сами журналисты телеканалов неоднократно заявляли, что у них нет доказательств, которые подтвердили бы эти истории. Да и важно ли, насколько они правдивы, ведь они полностью укладываются в картину мира зрителей. И именно такие обстоятельства и называются постправдой. Алексей Ерчак видит причину возможности постправды в целом ряде факторов. Это частично связано с тем, что соцсети в последнее время бурно развиваются, и особенно развивается их новая функция. Они играют роль для многих просто заместителя масс-медийных каналов, когда люди делятся различными историями из журналов, газет и телевидения через соцсети. А также появление большого количества аналогичного рода ресурсов на интернете, когда непонятно, происходит ли новость из какого-то уважаемого источника или нет. Это не значит, что это ведет к отчуждению. Это может привести, наоборот, к сплочению. Это может иметь разные эффекты. Например, в России федеральные каналы могут выдавать очень многие псевдофакты за действительность. И аудитория часто в курсе того, что не всему можно верить. Но относится к этому нормально, потому что это неким образом сплачивает оттуда публику. Термин «постправда» немножко проблематичный, потому что то, как он используется сейчас в масс-медии, постоянно везде, может привести к такому ощущению, что у нас правды просто больше нет. Существует много разных правд, и все как бы перестали друг другу верить. Но я думаю, что в этом и есть его проблематичность, этого термина. Это не так. Он не описывает реальность сам противым образом. Он сам является постправдой. У нас в гостях сегодня Кирилл Мартынов, доцент школы философии и высшей школы экономики, и Арсений Бобровский, автор микроблога «Кермлин Раша». Добрый день. Кирилл, Алексей Юрчак, я думаю, нам хорошо известен как автор книги, бестселлера прошлого года. Это было навсегда, пока не кончилось, про феномен позднего Советского Союза. И он там говорит о такой вещи, как гипернормализация. То есть, когда люди жили в двойной реальности, в вымышленной реальности, и считали это совершенно нормальным. Так может быть, постправда действительно это та ситуация, в которой мы живем уже очень давно, еще в позднем Советском Союзе? Я тоже думаю, что в каком-то смысле слова мы попали в эту нашу нынешнюю ситуацию не сегодня. Просто мы ее обнаружили сегодня и закрепили в Оксфордском словаре. И, конечно, мы вряд ли можем считать нашу нынешнюю ситуацию ненормальной. Наверное, ненормальной она в первую очередь для тех экспертов или для тех представителей американского эстеблишмента, если мы говорим о выборах Трампа, которые вдруг неожиданно открыли, что их мнение о реальности отныне больше не воспринимаются в качестве чего-то настолько неоспоримого, достоверного, единственно возможного, как это было до сих пор. Я думаю, что в реальности термин «постправда» описывает несколько разных феноменов, которые друг друга частично поддерживают, частично отрицают и опровергают. С одной стороны, это засилие такой беспринципной пропаганды, когда у людей зачастую нет желания искать альтернативные источники информации, их устраивает то, о чем говорят их телевизоры, этого им достаточно. С другой стороны, это ситуация, когда мы не хотим верить, когда люди не хотят верить экспертам, людям в пиджаках и в костюмах, которые изрекают какую-то истину. С третьей стороны, это троллинг. И я думаю, что хотя мы склонны описывать саму эту идею «постправды» как отрицательную, на самом деле, мне кажется, что она скорее амбивалентна. Я бы даже, наверное, занял бы в ходе нашей дискуссии позицию, согласно которой можно позащищать «постправду». Но мы об этом еще поговорим, о том, почему троллинг необходим в современной культурной ситуации. Но пока Арсений, я хочу спросить. Как-то действительно все очень резко открыли в связи с Трампом? После победы Трампа начали американцы на себя смотреть и, «О, виноват Фейсбук, виноват Твиттер». Почему так произошло? Мне кажется, на самом деле, я как раз вообще не считаю, что виноват Фейсбук. И я прекрасно… Я могу здесь еще на несколько лет назад уйти и вспомнить, опять же, те же так называемые «твиттер-революции» в арабских странах, которые были, на мой взгляд, совершенно не «твиттер-революциями», потому что я тогда смотрел статистику проникновения интернета и социальных сетей. В Тунисе и Египте это были цифры типа 24-26%. То есть, на мой взгляд, есть какие-то действительно объективные общественные процессы. Они находят какой-то канал коммуникации. Там, не знаю, раньше это были газеты, до этого это был там «word of mouth», так называемый. Сейчас это «фейсбук». То есть, я не преувеличиваю значение в данном случае социальных сетей. Но все-таки вот я хочу уточнить. Вот есть такое очень хорошее популярное выражение, что Рузвельт был президентом радио, да? Вспомните его знаменитые вот эти вот рассказы на роде. Кеннеди был президентом телевидения, а Трамп — президент эпохи «Твиттера». Я бы сказал, что как раз в этом нет, абсолютно нет, потому что, конечно же, президент просто, опять же, объективно, если анализировать данные, то президент эпохи «Твиттера» — это Обама, это первый президент, который стал в 2008 году, смог мобилизовать именно через социальные сети огромное количество молодежи, привезти на выборы. И вспомните, ну, я думаю, сейчас все видели вот эти графики, сравнение явки на выборы 2008 года, 2012 и, собственно, сейчас, 2016. И понятно, что Хилари проиграла просто за счет того, что очень сильно упала явка демократов по сравнению. Ну, я вот хотел уточнить, Кирилл, вот как вы скажете, я что вот имел в виду под президентом эпохи «Твиттера»? Что «Твиттер» и «Фейсбук» и «Соцсети» создали ту ситуацию, как бы, так скажем, гносеологически совершенно другую ситуацию, в которой само понятие факта, истины, цифры, анализа, рациональности растворилось. И вот в этой вот новой ситуации, когда рулит короткое сообщение, 160 знаков, и появляются вещи типа, я не знаю, той же путинской политики, того же мальчика распятого в Славянске, или вот Трамп, который пишет, что Хилари вооружает ИГИЛ. Я бы, наверное, знаете, рад был, наверное, оказаться в мире, где есть некие объективные социальные процессы, и они просто находят свой выплеск в тех или иных медиа. Но у меня все-таки есть, к сожалению, наверное, все-таки, к сожалению, подозрение, что все-таки пресловутый тезис Маклюина про то, что «Медиа – это месседж» все-таки до какой-то степени работает. И мне кажется, что когда не только молодежь, но и люди более взрослого поколения, когда проникновение социальных сетей стало более глубоким, за последние 10 лет, очевидно, это произошло, за последние 8 лет, вот ситуация, когда большая часть американского общества получает информацию из Фейсбука, эта ситуация все-таки новая, действительно, эти выборы – это были выборы, ну, как бы уже такого взрослого Фейсбука. Основной отличительной чертой Фейсбука, как мы знаем, является то, что это идеальная система для создания вот этого информационного кокона. Да, информационный пузырь. Когда вы видите только ту информацию, которая вам приятна, с которой вы готовы согласиться. И, в принципе, западные СМИ по итогам выборов, осмысляя победу Трампа, они показывали, как выглядит типичный фит Фейсбука у либералов, у сторонников демократов, и как выглядит фит у сторонника Трампа. И выясняется, что это действительно совершенно разный язык, совершенно разные лозунги, совершенно разные представления о том, что в реальности происходит, в каком мире вообще мы живем, и совершенно разные предсказания о том, чем все это должно закончиться. И выясняется, что, ну, как бы, грубо говоря, неожиданность победы Трампа во многом была связана, что мы находились в соседнем пузыре, в котором, глядя из которого, на вещи победы Трампа была малореалистична и вообще фантастическая. Но если перекинуть эту точку, то точно так же, в общем-то, и неожиданность Крым наша тогда была, потому что, скажем так, скажем, либеральная, вот постболотная московская тусовка, да, жила в своем информационном пузыре, а совершенно был, формировался совершенно другой информационный пузырь, где возник Крым, Донбасс и... Ну, нам трудно это оценить, в смысле, нужно задним числом какое-то исследование проводить, тогда мы, скорее, в этих терминах не размышляли, хотя, конечно, когда, скажем, в феврале пошли какие-то сообщения о том, что парламент Крыма готовится к отделению от Украины и принял какую-то резолюцию, ну, как бы, естественной реакции нашего либерального сегмента социальных сетей сказать, что, ну, в мире много всякого бреда публикуют, вот один из них, это совершенно точно. И еще по поводу Трампа, мне кажется, что все-таки очевидно, что Обама использовал Твиттер как, ну, как бы, как некую разновидность масс-медиа, то есть он был таким телевизионным кандидатом, очень телегиничным, попавшим в Твиттер, в принципе, действительно научившимся его использовать. А Трамп, он в значительной степени действительно свою капитализацию через социальные сети получил, то есть он становился таким ньюсмейкером. Вот даже последнее сегодня я буквально видел, значит, такая шутка по поводу Трампа, я думаю, что троллить Трампа теперь будут американцы еще очень долго, в большом количестве. Советники приходят к Трампу, картинка, да, такой мем, и говорят, вы, как избранный президент, должны отреагировать, сделать заявление о том, что Фидель Кастро умер. И, значит, Трамп пишет в Твиттер, Фидель Кастро умер, восклицательный знак. Фидель Кастро is dead. Да, ну да, то есть, собственно говоря, он прокомментировал, сделал заявление о том, что да, Кастро умер, и это набирает, это как бы действительно важно, что он, наверное, для кого-то... Да, да, и это набирает ретвиты. Арсений, Трамп это тролль, президент Дональд тролль. Ну, отчасти да, но я хочу, я хотел бы все-таки, вот, я хочу оппонировать вот этой линией о том, что Фейсбук и Твиттер рождают какую-то некую новую реальность. Мне кажется, на самом деле, никакой новой реальности нет, и социальные медиа от традиционных медиа особо не отличаются, и, грубо говоря, на самом деле, вот это разделение на две Америки произошло, на самом деле, не в эпоху социальных сетей, это скорее произошло там с появления канала Fox News, когда, по сути, республиканцы смотрели Fox, на котором был вот этот самый совершенно отдельный фид, и там, условно, там, либералы, демократы смотрели CNN и другие каналы, на которых, ну, была диаметрально противоположная точка зрения на одни и те же факты. То есть это разделение, по сути, произошло в, ну, там, до эпохи массового распространения социальных сетей. И в этом смысле, опять же, если почитать какие-то там старые книжки по... вообще просто о том, как работают медиа, слухи и так далее, то понятно, что чем быстрее реагирует медиа, тем меньше у него времени на проверку факта. И это было всегда так, и как раз это то, что удивляло очень многих людей, как раз, например, в Советском Союзе, про там западные медиа, которые между собой конкурируют, выпускают новости, потом опровергают, отзывают и так далее. То есть, грубо говоря, да, был просто... Просто я хочу напомнить аргумент Паризера, ну, книжка старая уже, да, вот это, что скрывает от нас интернет за стеной фильтров. Аргумент Паризера заключается в том, что когда мы смотрим Fox News, мы знаем, что мы смотрим Fox News. И мы можем переключить на CNN в любой момент времени и посмотреть, а что врут там. Ну, что, что, как нас обманывают там, да. Но когда вы находитесь с вами в Фейсбуке, у вас нет идеи о том, что есть какой-то другой Фейсбук, на который, в который вы можете зайти и посмотреть, какие темы и в каких терминах обсуждаются там. То есть, это ситуация такая, как бы принципиального информационного комфорта. Вы, по большому счету, вы не делали никакого сознательного выбора в пользу вашей версии Фейсбука, так же, как не делал я. Но мы находимся уже внутри этого пространства, и дальше они начинают, чем больше, чем дальше расходиться и не пересекаться. Опять же, на мой взгляд, это выбор человека, потому что я прекрасно знаю, что есть другой нелиберальный Фейсбук, и периодически хожу и читаю. Но человек делает этот выбор, все-таки основываясь на эмоциях. Вот здесь я какой хочу поставить вопрос. Может быть, это вообще, мы не понимаем, что наступила эпоха эмоциональной политики, когда люди принимают решения, основываясь исключительно на моментальных эмоциях, до того, как они успели проверить факты. Вот то, что вы описываете, механизм реагирования в Фейсбуке, у тебя нет времени проверить. Так то же самое случилось и с Брекзитом, то же самое случилось и с Трампом. Люди просто пошли за эмоциями. Мне кажется, мы сейчас склонны, понятно, что люди, которые поддерживали сохранение Британии в ЕС, и люди, которые поддерживали Хиллари, они сами себя воспринимают как неких более разумных, компетентных и так далее. Поэтому все эти разговоры о кризисе экспертов, о том, что люди больше не доверяют экспертам, на самом деле и победа Трампа, и, собственно, победа сторонников Брекзита на референдуме, это гораздо более сложный... Ну, и то, и то, это более... У кризиса экспертов все-таки тоже есть. Это намного более сложная... Это скомпомпетировавшая себя институция вместе с этими британскими учеными, которые нам каждое утро что-то доказывают. Разве не было действительно кризиса экспертов и вообще кризиса всей, так скажем, всех политических институтов, основанных на рациональности, да? Вот Хабермас нам говорил, что вот придет какая-то эхо рациональной политики, а вместо нее пришла эхо абсолютно эмоциональной политики, и все, что... И вот как бы мы видим, как вся компания Хиллари провалилась. Я пытаюсь ровно сказать об этом, что, конечно же, и выбор Трампа, и выбор в пользу Брекзита не был только вот и рациональным, и эмоциональным. И я уверен, что... Вернее, это просто факт, что огромное количество людей в Америке, ну, там, грубо говоря, с тиснутым зубом голосовали за Трампа, потому что какие-то вещи, связанные с Хиллари... Слишком прийтили. Да, и им прийтили больше, чем, там, условно, вот, клоун, который действительно, там, говорит какие-то странные вещи, плохо проверяемые, у которого словарный запас, там, из трех слов, типа, терифик и так далее, ну, над чем все издевались. То есть это... И также то же самое с Брекситом, на самом деле. В чем был рациональный аргумент сторонников Брексита? В том, что появляется вот эта некая европейская бюрократия, которая неизбираема, неподотчетна никому, и она все больше отрывается от людей. И это достаточно рациональная, в общем, и справедливая идея, несмотря на то, что Британия действительно теряет экономические, теряет, ну, скажем так, Лондон в качестве... Ну, понятно, есть локомотивы, финансовые центры и так далее. Да, есть конкретные потери сейчас, но есть вот этот вот некий идеал, собственно, часть людей голосовали за него, а не только, что вот мы его выйдем из ЕС, и к нам перестанут ехать мигранты. То есть всегда каждая... Вот может быть вопрос в том, что при вот этой вот кластеризации, вот это вот расхождение людей по, как это, окукливании, при окукливании каждая сторона, она склонна упрощать мотивы другой стороны. Вот здесь есть вопрос. То есть поэтому сторонники Хиллари считают, что просто вот Трамп, грубо говоря, обманул всех. Обманул, да, да. На эмоции въехал. Да, только на эмоциях, на самом деле это не так. Ну, мне кажется, вообще, вот я здесь соглашусь, мне кажется, что вообще мы можем ситуацию описывать с двух точек зрения. Первая, такая консервативная, она предполагает, что за нами стоит рациональность, за нашими политическими симпатиями стоят определенные рациональные аргументы. Ну да, калькулят, мы просчитываемся, кого выгодно голосовать. Да, а те, кто делает какой-то другой выбор, это люди предельно иррациональные, находящиеся внутри иллюзий, заблуждающиеся, во-первых, во-вторых, не желающие прислушиваться к голосу разума, которым в данном случае выступаем, конечно же, мы. Ну, за все так считают. Ну, конечно, да, но всегда вот такая, ну, условно говоря, если мы в сферу эпистемологии здесь переходим, да, там, теории познания, такая вот, как бы, позитивистская повестка о том, что для каждого политической ситуации есть, например, какая-то действительно калькуляция выгод и издержек, и мы можем для каждого случая показать, что наш выбор ведет к максимизации пользы и к минимизации вреда. Вот, а вторая позиция, она предполагает, что, ну, в каком-то смысле слова, мы просто, то, с чем мы сталкиваемся сейчас, это мы сталкиваемся с демократизацией медиа и с демократизацией политики. И в этом смысле я все-таки считаю, что влияние трансформации медиа на политическую реальность, она существует. То есть мы понимаем, что просто сказать, просто как раньше взять человека с хорошо выглядящего, с гарвардским дипломом, посадить его в кресло, дать ему галстук и сказать, что, вы знаете, мои аргументы рациональны, вы, скорее всего, вы их не понимаете или вам не хочется об этом думать, но поверьте мне, я эксперт. Но это не работает. Да, это не работает. Это означает, что просто, ну, как бы, вот политические системы, которые существовали уже не первое столетие в случае с американской демократией, эти системы сейчас сталкиваются с каким-то новым вызовом. Это отчасти тот же вызов, с которым сталкиваются звезды эпохи масс-медиа с новыми звездами, которые приходят из интернета и тоже становятся профессионалами. Ну, вот как раз сейчас об этом поговорим, сейчас сделаем небольшой перерыв и после этого проговорим о том, что происходит с соцсетями и что происходит с политикой в эпоху именно этой обвальной массовой демократизации, которую несет с собой интернет. И снова добрый день. В эфире программа «Археология» в студии Сергея Медведева. В гостях у нас Кирилл Мартынов, высшая школа экономики, и Арсений Бобровский, Кермлин Раша. Говорим мы о троллинге, говорим мы о фейках, говорим мы о новом состоянии реальности под названием «Постправда», которое уже принесло нам президента Дональда Трампа, выход Великобритании из Евросоюза, Brexit и еще сколько сюрпризов оно таит. Сейчас вот мы затронули уже тему о том, что происходит, когда приходит массовый информационный человек. И вот мне кажется, что очень интересно сейчас посмотреть сюжет про такого вот информационного человека, которого некоторые называют троллем, но тем не менее он является как бы представителем некой демократической политии. Речь идет о Эрнесте Макаренко, главе муниципального округа Новопеределкина. Вот в марте 2013 года я завел твиттер, там это в аккаунте отражается. Я просто пишу то, что я делаю в районе, я выражаю свою гражданскую позицию по различным вопросам государственной, общественной жизни, культурной жизни, потому что считаю нужным здесь изложить свою точку зрения по важным вопросам, особенно которые вызывают споры в нашем обществе. Видимо, то, о чем я пишу и как я это преподношу, оно, видимо, многим созвучно и интересно. Если бы мне было интересно, его бы не читали. Сам инструмент твиттера, чтобы тебя услышали, нужно говорить так, о серьезных вещах нужно говорить с неким гротеском. Что я и делаю. И это слышат. Кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то воспринимает это в штыки, но это видят и на это реагируют. Я не могу сказать, что это чистый троллинг. Нет, нет, это несколько иное все-таки. Я все-таки уйду от этого термина троллинг в отношении себя. Когда начиналось какое-то уже такое реагирование на меня, там даже был не гротеск, там просто были мои, даже, может быть, некоторые категоричные высказывания. Но эта категоричность шла совершенно искренне, от души. Я не могу сказать, что я там некий воин на фронте информационной войны, но я, погрузившись в социальные сети, увидел, особенно твиттер, что он является инструментом той самой информационной войны. Но я всегда считал и считаю, что радио «Свобода» — это некий инструмент информационной войны против России и вообще против русского мира. А информация, так или иначе, ее можно называть оружием, можно называть как-то иначе, но информация, она бывает правдивая, бывает полуправдой, бывает лживая. И она имеет очень большое значение, и поэтому она и является в какой-то степени оружием. Эрнест Макаренко, глава муниципального округа Новопеределкино. Ну вот да, радио «Свобода» у нас он уже призвал на священную брань, которую мы продолжаем здесь в Хире. Человек абсолютно в теме, он фактически процитировал тоже Мак-Люина. Он прекрасно понимает, в какую эпоху он живет. Очень рационально. Оттрясающе рациональный человек. Я бы сюда еще добавил, что есть еще термин «постирония», тоже популярный некоторое время назад. Это когда трудно понять, человек серьезно это говорит, или это шутка, это гротеск, как Эрнст говорит. Это Прига в свое время называл это мерцательной эстетикой, когда ты это не понимаешь всерьез, или да, постирония. А еще же любопытно, в принципе, можно здесь нашего с вами любимого Мишеля Фукофилософа вспомнить, который связывает понятие знания и понятие власти. Если вы определяете, что является знанием, вы владеете властью. И вот, в принципе, отчасти мы опять на подобных примерах видим, как власть фрагментируется вместе с представлениями о знании. Здесь же не только в политике такие вещи происходят, а есть целый ряд групп, которые отвергают какие-то общепринятые научные сведения, например, от сторонников плоской земли до всяких сыроедов, гомеопартов. Ну или вот в прошлой программе у нас про СПИД была, там целая группа есть так называемых ВИЧ-диссидентов, которые отрицают само существование СПИДа, ВИЧ-отрицателей. Да, совершенно верно. Ну вот это означает, что просто, понимаете, для меня, конечно, это проблема, потому что я все-таки считаю, что мы должны стремиться к рациональности, к какой-то научной аргументации и от этой линии не отходить. Но я понимаю, что, во-первых, из рациональных и научных аргументов зачастую не вытекают наши политические ценности, это первая проблема. Одно дело, каким мы мир как бы видим и описываем, стремясь к строгому научному знанию, рациональному, а с другой стороны, какие ценности политические мы постулируем, потому что вообще, говорят, здесь нет прямой зачастую преемственности, когда там из-за писания мира никак не следует политическая ценность равенства, например. А с другой стороны, мне кажется, что просто очень важно понять и для нас как-то сделать эти выводы, что просто стукнуть кулаком об стол и сказать, за мной наука, рациональные аргументы, а также либеральная традиция, и значит, вы сейчас все будете меня слушаться, уже не получается. Значит, надо как-то иначе строить диалог, если вообще он возможен. Арсений, это вот Эрнест, это герой новой эпохи, это фактически... Ну, вы же тоже, ведь ваш микроблок Керблин Раша, он тоже в этой сфере политического гротеска, когда гораздо больше информационной ценностью обладает гротескное высказывание, нежели прямой факт. Ну, в том числе, хотя здесь есть некоторая разница, сейчас попробую ее объяснить. Дело в том, что... Типа такой антикер, блин, да? Он тоже, так сказать, он работает на том же поле, но несет как бы немножко другие, не критические, а лаилистские политические заявления. Ну, да, но... То есть, на самом деле, в чем был, ну, как бы ранний кермин, когда мы еще действовали в паре с Дмитрием Медведевым, то есть смысл был в том, что как бы фейк, вроде бы фейковый аккаунт был намного честнее и правдивее, чем настоящий аккаунт президента. То есть это, как правило, мы перефразировали какие-то, ну, там, добавляя буквально, добавляли буквально две, там, два слова во фразу Медведева, абсолютно какую-то общую, в общую бессмысленную фразу и как бы сообщали тем самым ей настоящий смысл. Здесь это, кстати, вообще достаточно хорошо объясняет. Мне понравился пример с Фуко, и я недавно видел картинку, как в книжных магазинах появляется раздел, который называется «Патриотика», где, да, то есть у вас там буквально медицина, история, еще что-то, и «Патриотика» — это набор вот всех этих книг про русский мир, заговоры против России и так далее, они вот собраны. То есть это эпистема как бы выделяется, такая, да, как бы некий раздел специальных знаний о том, как правильно быть патриотами, да, это очень любопытно. И вот, собственно, Эрнест Макаренко — это как раз такое воплощение патриотики в Твиттере. Ну, скорее там Николай Стариков, я бы сказал, такая патриотика. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот здесь же важный, важный какой момент, вот о чем Арсений уже говорил, о том, что, конечно, на социальные сети, на интернет многими людьми возлагались какие-то странные иллюзии и надежды. Предполагалось, что, помните, вот это вот, например, риторика, да, там, партия телевизора против партии, партии там интернета или партии фейсбука, чего угодно еще. Партия айфона и партия шансона. Да, предполагалось, что как только людям дадут интернет, они прозреют и станут свободными, да. И вот как раз и если взять эту линию от Арабской весны до Макаренко, простите за такой странный вектор, то мы увидим, что, конечно, это очень четко видно, что одни и те же инструменты могут быть как инструментом освобождения и какого-то критического отношения к реальности, так и наоборот инструментом легитимации и нормализации того, что происходит. Потому что вот есть российская власть, а есть Макаренко, которая ее так как бы иронически, гротескно обыгрывает и тем самым делает ее вполне нормальным. То есть если у вас есть власть, и вокруг которой Макаренко ездит на белом коне, как он пару раз там в Новопеределкино, по-моему, езжал, что в общем тоже он хорошо понимает, что чего люди хотят от него, как от некого такого вот интернет-героя. Но мне кажется, что в этой связи все-таки вопрос, который вот вы задали, простите, что я вклиниваюсь в задавании вопросов, все-таки я не понял, как Арсений, ранний Кермлин, понятно, вы говорили правду больше, чем Медведев, но потом вот взять, вот представьте себе, у меня есть твиттер-аккаунт, я подписался на вас и на Макаренко, в чем разница? Кроме Вектора, кроме того, что вы критический, а он лоялистский, его бы вы шутите. Ну или, по крайней мере, он говорит, что вы оба шутите. И, кстати, сложный вопрос, опять же, если наблюдать со стороны, я... Ну, то есть, это не мне судить, кто ближе к истине, он или я. Нет, нет, мы даже можем договориться, что вы ближе, конечно, к истине, хотя бы потому, что вы не легитимируете, понимаете, ну это же такие тоже вещи, да, вот есть как бы порядок. Но он проговаривает истину определенного типа сознания. Ну, да, но он ее закрепляет. Истина настолько-настолько-настолько релятивна. Вот я сейчас хочу немножко перевести, в этот разговор, потому что Кирилл поднимает очень важную тему, действительно, которую мы не раз ставили, вот этого информационного пузыря, информационного авторитаризма. То, что все надежды на то, что интернет принесет свободу, демократию и освобождение, они провалились, потому что интернет-юзер прекрасно сидит в своем на сайте «Русский мир» и, так сказать, молится на икону Путина. Ну вот я хочу спросить, и так же получилось, что вот в этой самой постправде очень ловко чувствует себя нынешний российский режим? И вот, скажем, во всех недавних публикациях по постправде одним из ее создателей называют Владислава Суркова. То есть, может быть, действительно, мы имеем дело с какой-то совершенно гигантской, дьявольской стратегией Кремля, рассчитанной на много лет, потому что, когда пришли в администрацию президента пиарщики 90-х годов, пелевинские герои, они поняли, что это вот, собственно, та платформа, на которой можно компенсировать все совершенно объективные слабости России. Создать новую альтернативную реальность, в которой там и Трамп приедет, и Люпен приедет, и Россия будет корзевать на белом коне, как Эрнест Макаренко. Ну, вы знаете, я вот один момент по поводу этой истории понимаю, это то, что насколько американцы сейчас всерьез озаботились проблемой российских троллей, и не только потому, что вот те, которые ходят на New York Times, оставляют комментарии о том, что вы неправильно пишете, у вас свободы слова нет. И дело даже не в том, что они генерируют какой-то информационный мусор, а, насколько я понимаю, там условно говоря, какие-то натовские эксперты, они озаботились, а почему же мы так не делаем? То есть, если нас постоянно, нас постоянно идет вот эта атака, вот эти тролли вылезают и делают на нашей территории, в нашем информационном пространстве, да, все то, что они хотят, почему мы в ответ молчим? Как бы откуда уберется вот этот принцип, что мы не должны, мы не должны отвечать? И современная постановка вопроса про информационную безопасность, она предполагает в том числе безопасность контента. Должен быть какой-то страж, который не только защищает киберпространство, как вот инфраструктуру, но еще и человек, который спорит с троллем и, возможно, сам является троллем. Вообще говоря, это не тот мир, который мы хотели, когда мы верили в интернет. Получили. Я хочу зайти немного с другой стороны. Войну тролли. Я бы вернулся, опять же, к, собственно, к тезису о том, что не наступила демократизация. На самом деле это очередная история о том, как люди в очередной раз обнаружили, что технологии не освобождают, что социальные процессы, процессы между людьми первичные, а технологии, по сути, их просто оцифровывают. Это на самом деле происходит на уровне маленькой компании. Это постуат, не знаю, любой консалтинговой компании, которая приходит, внедряет ERP-систему. Она объясняет своему клиенту, что, ребята, сначала сделайте так, чтобы у вас правильно работали оффлайновые процессы, а потом мы их оцифруем, потому что если мы оцифруем неправильно работающие процессы, то будет еще хуже. Поэтому то, с чем сталкивается, и по сути, вот, кстати, в чем разница на самом деле, может быть, моя с Эрнестом Макаренко, потому что я выступаю за изменение этих социальных процессов. Мне кажется, что сейчас у нас гиперконцентрация власти, капитала и так далее. Об этом говорят все исследования. И, опять же, власть в России, вместо того, чтобы решать эту проблему, она пытается закрывать, ну, там, купировать те источники информации, которые сообщают об этой проблеме. Ну, и когда это, там, не Twitter-аккаунт, а какое-то действительно крупное СМИ, то, как правило, если оно достигает, там, суточной аудитории в миллион человек, мы знаем, что с ним происходит обычно. Ну, то есть мы видели это с РБК, лентой, и до этого с телеканалами. В Штатах, я думаю, на самом деле похожая ситуация, потому что то, о чем... Вообще, американцы не особо интересуются Россией, если почитать американских экономистов, ну, и в том числе, в последние годы об этом писал Зингалис, об этом писал нобелевский лауреат Эдмунд Фелбс. Происходит, ну, во-первых, в Соединенных Штатах происходит концентрация капитала и рост неравенства. Это происходит, опять же, из-за того, что Штаты все больше сдвигаются к корпоративизму, то есть к сговору крупного капитала и власти. И то, что... И эти выборы, на самом деле, когда по факту вообще-то перед Америкой стоял выбор между левым популистом Сандерсом и правым популистом Трампом, это результат расслоения и действительно неравномерного... Версений, за некую объективную реальность, за эти объективные социальные процессы, которые... Да, я говорю о том, что есть объективные социальные... Что на уровне компании, что на уровне США стоят некие, так сказать, социальные динамики. И на уровне Британии, где есть Лондон, который аккумулирует, по сути, капиталы всего мира и там, грубо говоря, он приспособлен для жизни только людей с... троллинг не первичен, но возвращаясь к Кремлю все-таки, получается, что тогда, используя объективные противоречия внутри стран Запада, Кремль использовал очень эффективную информационную стратегию, там, даже с теми... Знаете, мне, вообще, я считаю... Ольгинскими троллями. Мне кажется, Владимир Путин... С хакерами. У него есть такая, мне кажется, до сих пор кармическая связь с Борисом Березовским, человеком, который привел его к власти. И вот Путин, как с Альери, он взял все приемы Березовского и использует их... Знаете, то есть он играет ту же самую песню, как это, композитора он выгнал из страны когда-то, и он все хуже ее играет, все больше фальшивит и так далее. На самом деле, многие, кто вспоминал 90-е, говорили, что у Березовского была такая манера, когда что-то случалось, какое-то назначение, он бежал и первый рассказывал, что это его заслуга. Вот на самом деле, Кремль с Брекситом и Трампом делает то же самое. То есть Кремль бежит и рассказывает всем, что это на самом деле он выбрал Трампа. На самом деле, конечно же, нет. Это результат объективных процессов в Америке, объективных процессов в Британии. И это как с Эрдоганом. Вот вчера была прекрасная новость. И плюс на Западе все уже как бы сейчас, такая как пошла новая тема с русской угрозой, и все, что плохое не произошло, сейчас будут навесывать, а да, это русские хакеры намутили, это Путин намутил. Опять же, понимаете, на самом деле, что американскому эстеблишменту удобнее бороться с интернет-троллями, чем решать реальные проблемы Америки. Также и российскому эстеблишменту удобнее бороться с якобы информационной войной в Твиттере, как говорит интернет Макаренко, чем решать реальные проблемы сегодня здесь. Напомним, что вы смотрите программу «Археология». У нас в гостях Арсений Бобровский и Кирилл Мартынов. Говорим мы о троллинге и вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология». Говорим сегодня о феномене троллинга, о психологии, о политике троллинга, о том, как слово «постправда» стало словом года по версии Оксфордского словаря в 2016 году, о том, как тролли пришли в политику и формируют наше сознание. Но они не только являются агентами, так скажем, разложения нашего сознания. Троллинг может быть и, собственно, проявлением политического протеста. И давайте посмотрим в этой связи сюжет со знаменитым организатором монстрации Артемом Лоскутовым. Я ходил до этого на 1 мая, на 7 ноября с желанием как-то выразить свое недоумение от того, что я вижу вокруг. Но я посмотрел, как это люди делают, я понял, что я не могу с ними солидаризироваться. С каким плакатом я могу органично выйти с этими пенсионерами? С серьезным, по-серьезному сказать, мне не нравится вот это, мне не нравится вот это. Но это же нелепо. Кому я обращаюсь? К власти из Новосибирска за 3,5 тысячи километров от Кремля? Она меня не услышит. А даже если услышит, ну, только посмеется как бы. Все это было нелепо. Весь этот протест такой ежегодный, ритуальный, он сам по себе абсурден. Просто хотелось это до чистого вида довести и не поясничать. Ну, то есть... Ну, мы давали себе отчет, что наши плакаты действительно абсурдные. Они не менее абсурдные, чем люди писали там, ну, или мы писали. Ах-ох. Первые репрессированные транспаранты, на которых было написано «Бала» и «Зае». Такие две таблички. Ну, это, наверное, такая основная эмоция. От нее и отталкиваемся. Это работало как гражданская гимнастика, так называемая, да, вот. В процессе всех этих монстраций выработался такой термин наблюдателями некоторыми, что, ну, мы, дескать, научили людей как-то свое мнение все-таки высказать. Если 1 мая они ходят это делать в качестве такого культурного мероприятия, там, собраться вместе друг на друга посмотреть и потренироваться в остроумии, то когда повод предоставляется более конкретный, они уже знают, в каком формате это нужно сделать. То есть, условно говоря, в Новосибирске тоже были митинги во время Болотных, в первых, в Москве, там, да, 10 декабря был большой митинг, и он там по наблюдениям кресла выглядел как зимняя монстрация. По составу людей, по тому, что они пишут на плакатах. Мне кажется, что даже в Москве, ну, вот эта вот новая волна людей, которые никогда не ходили на протестные акции, а потом пришли на Болотную, они туда пришли с шутками. Они туда пришли сказать, мы не голосовали за этих сволочей, мы голосовали за других сволочей. Это требование или нетребование? Это не требование. Это констатация и какая-то попытка проиронизировать и над собой, и над ситуацией, и в том числе высказать свое какое-то недовольство. Троллили ли мы власть? Ну, я не знаю. Мне кажется, что Путин, уходи, этот троллинг, наверное, не меньше, чем, там, Бобер, выдыхай, как бы, да? Что здесь больше троллинг? Мне скорее хотелось обратиться к людям, которые, ну, не во власть, а те люди, которые могли бы присоединиться к нам, те люди, которые в том числе и вышли на протестную акцию. Ребят, вы что-то неэффективным каким-то делом занимаетесь, и вот выглядите со стороны примерно так же нелепо, как и мы выглядим. И, наверное, нужно что-то менять. Вот что я подумал, слушая Артема Лоскутова. Может быть, этот троллинг вообще продолжение вот этой карнавальной культуры, это часть вот этого шутовства, карнавала, еродивой культуры, которая должна существовать, как некий пласт, такой очищающий. Ну, тут же как? Если мы этот тезис заявим, то нам, по крайней мере, не очень понятно, что мы с ним делаем дальше. То есть, в конечном итоге, мы должны ответить на вопрос, все-таки это карнавальная культура, она, не знаю, она критикует сложившийся порядок вещей, или она, опять же, его легитимирует. А вот Макаренко, он мог бы рядом с Лоскутовым ехать на белом коне, например. И, в общем-то, есть подозрения, что мог бы, на самом деле, скорее. Он бы, чем при этом говорил бы, что он участник какой-нибудь там первой конной информационной войны против Запада. Что Путин посол света. Да, и они бы должны были его принять как своего в этой логике. Может быть, в итоге троллинг таки все-таки подрывает вот эту вот антологию власти, потому что она говорит, что все придумка, все абсолютно гротеск, и, собственно, и казаки, вот эти ряженые, которые являются одним из главных отрядов власти, это же тоже вид троллинга. И байкер-хирург – это тролль. Ну, подождите, а байкер-хирург он сам не тролль? Вот я-то хочу сказать, что это тоже тролли. Да, получается, что они такой общий хоровод. В смысле, все прекрасно. Мы, вот, там есть, например, Игорь Иванович Сеч, но он серьезный человек, он не тролль. А все остальные вокруг него просто ходят, вводят этот хоровод, и всем весело, в принципе, хирургу весело, байкеру, да, значит, вот Макаренко весело, Лоскуту весело, мне весело. И не подрывают власть? Мы же как-то не видим, что что-то подрывалось. Может быть, это на долгосрочной перспективе, когда власть окончательно будет наводнена клоунами, когда следующий состав Госдумы будет просто Шапито на выезде, будут сидеть люди в шапочках и свадьбеев. Если в эту сторону идти, то, по-моему, мы ставим вопрос о том, а где искать эту пресловутую серьезность теперь. Когда, например, заключенных в колониях пытают, то это вроде бы не часть карнавальной культуры. Но, с другой стороны, а что мы с этим можем сделать? Мы можем как-то переживать и жаловаться Европейский суд по правам человека. Ну, с другой стороны, да. То есть, мне кажется, что любой троллинг, любой принципы карнавальной культуры, это, конечно же, реакция на общество, которое не может выиграть, которое хочет заявить о чем-то, о каких-то своих правах, но не может выиграть в силовом противостоянии. И это взаимодействие с властью, которая не понимает ничего, кроме силового противостояния. То есть, по факту, сама монстрация, это, конечно же, ну, то есть, если посмотреть базово само мероприятие монстрации, это, конечно же, троллинг власти, который не допускает, по факту не допускает эти демонстрации в стране силового способа. Ну да, в собрании, да. То есть, когда появилась монстрация, это была эпоха, когда, собственно, там любой маш несогласных в 300 человек разгонялся превосходящими силами ОМОНа. И это, как бы, попытка. Мы выйдем с лозунгами, которые вообще не имеют отношения ни к чему. Но при этом намекают. Я здесь хочу процитировать. Вышла книга, в издательстве Альпина в этом году, переводная с английского, Уитни Филлипс под названием Трололо. Видели, наверное, да? Вот. И там как раз автор, она говорит, что тролли, они своего рода санитары культуры. Они вскрывают господствующие дискурсы, они как бы проветривают вот этот вот воздух. Мне кажется, что здесь часть, часть этого тоже справедлива. То, что тролль, он является неким субъектом социальной критики. То есть, очень важно, и тоже в соцсетях все это, как бы наша реальность, созданная всех этих комментариев, она тоже является настолько фантомной, что нужен тролль, чтобы он пришел и проткнул вот этот вот воздушный шарик каким-то шилом. Ну, вы знаете, я хочу здесь еще об одной вещи поговорить, о том, что троллинг, в принципе, раз уж мы заговорили о шутовстве, раз уж мы заговорили о карнавале, это часть фольклора. И троллинг, уже спускаясь с высот, собственно, Дональда Трампа или Эрнеста Макаренко, спускаясь на уровень бытового тролля, который, видимо, живет в каждом из нас пользователей сети, мы находим, собственно, глубокие фольклорные основания. О чем, собственно, наш следующий сюжет. В основном мы занимаемся очень странной профессией. Мы все время задаем вопросы, к тексту задаем вопросы, к людям задаем вопросы, смотрим, как люди совершают те или иные действия, спрашиваем, почему они делают те или иные действия. И пытаемся понять, какие есть очень маленькие, очень скрытые механизмы, которые определяют поведение людей. Ну, в частности, политический фольклор. Ну, вот, например, желто-голубой рюкзак. Он может ничего не значить. Человек может ездить с ним в метро и считать, что это просто прекрасное кассирование цветов. Но рядом сидит человек, смотрит на него и думает, это на самом деле скрытая форма поддержки Украины, выражение солидарности с ней. И таким образом начинается интересная ситуация. Вы не написали на этом рюкзаке «Я поддерживаю Украину». Нет. Но человек, сидящий напротив вас, может думать так, а может не думать. Если он так думает, то для него вы совершаете акт протеста. А для того, кто так не думает, вы не совершаете. Начинается очень сложная игра. Вы можете ехать с таким рюкзаком и вас скажут, вам скажут, и вас остановят и скажут, что это вы делаете политические заявления, а вы скажут, это же просто рюкзак. Тысячи людей ходят с таким рюкзаком, а это не политическое заявление. Вот это и есть на самом деле классический пример оружия слабых. То есть, это такой механизм, при котором мы можем потенциально проявить какое-то недовольство, но поймать нас за это недовольство, потому что оно замаскировано, довольно сложно. И вот это вот как бы я не я и лошадь не моя это вот такой механизм современного как бы современного политического активизма и политического фольклора, такая маскировка, которая позволяет нам ну вот как бы выражать какие-то свои политические мысли или не выражать. Соответственно, получается, что вы одним ударом убиваете двух мух. Вы с одной стороны даете такой сигнал, что вы поддерживаете Украину, а может быть и не даете, а с другой стороны показывать, какая власть, как мы можем легко и красиво ее обмануть. И таким образом заставляете людей окружающих вас с вами солидаризироваться в этом действии. И такие формы они растут. И на самом деле во многом связан и вот на самом деле троллинг самый такой примитивный обычный троллинг в интернете вот ровно на самом деле одна из форм таких вот близких к оружию слабых. как бы мне не нравится то, что там пишут или сказали. И я начинаю как бы издеваться. Но я могу издеваться в разных форматах. Я могу делать как бы сильное ироническое высказывание, переворачивающее с ног до головы то, что сказали. А я могу наоборот, совершенно наоборот. Я могу позволить людям развить это высказывание до абсурдного. Сделать это лояльное высказывание сверхлояльным. Это тоже троллинг. И таким образом у меня появляется маска. Я как бы либо такой сверхлояльный, а либо такой протестующий. И поэтому троллинг является очень удобной формой высказывания своего недовольства. Это не изобретено вот прямо сейчас. Просто мы это видим и этому удивляемся. Но это как бы у этого явления есть свои истоки. Но чем, например, там выходил в 30-е годы в Париже так называемый бюллетень оппозиции, бюллетень троцкистов. Троцкисты, ну они много чего писали про Сталина, это понятно. Но в частности у них была целая колонка анекдоты о Сталине, которые они писали, они распространяли и они считали, что это вот как бы анекдоты это оружие политической борьбы. Кирилл, а вам доводилось троллингом заниматься в сети? Ну, как и выступать в роли? Как и все, кто, наверное, в интернете как-то существует в последние 10 лет. Это сознательная или эмоциональная реакция? Ну, иногда, иногда тут приходится вот с классиком, который уже был, который не был процитирован, который сам себя цитировал, Макаренко я имею в виду, придется согласиться. Иногда это действительно единственный способ как бы заставить людей с тобой коммуницировать. То есть иногда это просто упаковка некого месседжа, который вот через многочисленные однотипные сообщения доходит до своего адресата. И, кстати, получается, что вот нам с этим фольклористом Архиповой нам не удалось никуда от Трампа уйти. И, по-моему, это как раз опять нас возвращает к тому, с чего мы начинали, о том, как формируются наши ценности, насколько мы можем называть их объективными. Потому что в конечном итоге сообщение Трампа, мне кажется, оказалось таким мощным для людей, потому что все же понимают, что демократы всегда не договаривали. У них, с одной стороны, есть претензии на факты, но с другой стороны, они толерантны. И это означает, что у них-то нету, собственно говоря, они говорят на нашей стороне рациональности правда, но мы не готовы заходить на этом пути слишком далеко. Никто из нас не готов сказать про стену для мексиканцев, даже если все на самом деле как бы понимают, что это хороший выход. Просто у нас есть некоторый блок, который не позволяет нам пойти слишком. Это как трансгрессия, как языковая трансгрессия, произнести то, что другие не решают. Да, но одна из самых гениальных картинок как раз в этих аккаунтах, в консервативных аккаунтах в соцсетях, что Трамп выиграл, я поеду, все, я эмигрирую в Канаду и what's wrong with Mexico? А что не так с Мексикой? Ну да, там было еще, помню, как человек, это еще начало года 2016-го и поступает на работу, его спрашивает, как вы видите свое будущее через три года. Он говорит, возможно, пытаюсь перелить сцену в Мексику. Мне кажется, вот в этом сюжете мы услышали опять тоже то, о чем мы уже говорили, что власть все это может интериоризировать и присваивать. Ну представьте себе, что там сталинские палачи в 1937 году, у них был твиттер, в котором они иронично пишут про расстрелянку. То есть все знают, что кто-то кого-то расстреливает, они говорят, ну знаете, вчера там буквально с работы так поздно вернулся, устал, и, ну как бы доходит ли этот месседж, является ли он троллингом? Спустился в подвал и разобьнулся. Не, ну в принципе, на самом деле были же все карикатуры, во сути, встали, ну тогда просто это было опять же на уровне СМИ, и были карикатуры и на троцкистов, и на правых уклонистов, и на левых уклонистов. Вроде бы троллинг это оружие слабых, но у нас есть власть, на которой работает тролль. Причем даже мы скорее сейчас термин тролль используем как синоним людей, которые сидят на зарплате там в некотором офисе. Мне сейчас хотелось бы немножко под конец нашей передачи все-таки отойти от Трампа и от власти и понять психологию троллинга. Зачем человек это делает? Это какой-то способ самореализации, способ, может быть, контроля над другими? То, что ты способен вызвать эмоцию в других людях своим изначально радикальным и провокационным заявлением. Мне кажется, очевидно, это просто, ну как бы, нейминг. В смысле, вот вы хотите, чтобы ваше сообщение прочитали. И вы формулируете таким образом, чтобы контейнер, который вы положили в контейнер, какую-то идею, ну, например, вот наша эта дискуссия про автомобили. Да, Кирилл знатно троллит автолюбителей в связи сейчас с повышением парковочных. Нет, и есть же как бы нормальная идея о том, что владеть автомобилем в таком городе, как Москва, это нормально. И как бы способ вот эту идею потроллить, это способ, ну, действительно, как бы запустить какую-то дискуссию. То есть, с одной стороны, есть там проблемы с парковками, а с другой стороны, есть другой взгляд на вещи, который другую терминологию предлагает. Вы также, Арсений, да, вот, собственно, ваш микроблок, это все-таки тоже вид троллинга? Нет, это, конечно, был троллинг, и я бы скорее вернулся к другому аспекту, что, вот, собственно, к рюкзаку. Конечно, в начале, ну, я был анонимным первые два года, и это достаточно было таким решением выйти, ну, там, снять маску, и, то есть, я даже приходил в эфиры, и там, телеканалов в маске Бэтмена, был такой период в моей жизни. Это, конечно же, как бы попытка, то есть, это, ну, это, это всегда желание что-то высказать, но при этом, конечно, в этом есть какой-то страх за свое высказывание. Ну, да, это некий проход по грани. Поэтому для меня не совсем понятно, опять же, про властные тролли, потому что у них-то никакой опасности нет. Они ничем не рискуют, это уже холодное. Ну, так что давайте, наверное, да, все-таки согласимся с тем, что такой честный, искренний тролль в сети, он имеет право на существование, но троллинг, как такая сценичная стратегия власти, это, конечно, уже гораздо более опасно. Ну, а в заключение нашей передачи хочу напомнить цитату Лао Цзы, вами управляет тот, кто вас злит. Так что в этом отношении тролль, он управляет обществом, управляет социальной сетью. И в качестве совета, известного совета всем нашим зрителям хочу напомнить давнюю истину сетевого этикета. Не кормите тролля. Это была программа Археология. С нами были Кирилл Мартынов, Арсений Бобровский. Смотрите Радио Свобода.